МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в новостях. Бабушка рядышком с дедушкой. Как в Чувашии отметили День пожилых. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Насколько действенна прививка в качестве защиты от гриппа? Как выполняются майские указы Владимира Путина в Чувашии? И как меняются доходы республики? Эти и другие вопросы Михаил Игнатьев обсудил с министром финансов страны Антоном Силуановым. Глава Чувашии Михаил Игнатьев также принял участие в заседании Общественного совета по вопросам скоростного и высокоскоростного движения в России. На котором обсуждались перспективы строительства участка Москва-Казань в высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Екатеринбург. Подробный репортаж об этом смотрите завтра в нашем выпуске. Совокупная задолженность Чувашии перед федеральным бюджетом по состоянию на сентябрь текущего года составила 3,5 миллиарда рублей. Половина общей суммы долгов приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства. Наибольшее беспокойство вызывает концерн «Тракторные заводы». Михаил Игнатьев провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской республики. Задержка по перечислению налога на доходы физических лиц от крупных предприятий – основная причина возникновения задолженности в бюджетную систему Российской Федерации. Концерн «Тракторные заводы» стоит первым в списке должников. Значит, прежде всего, мы также здесь наблюдаем в последние годы снижение поступления налога на доходы физических лиц. Анализ показал, что в этом году за 8 месяцев поступления налога на доходы физлиц от группы данной компании снизились и составили чуть более 40%. Здесь мы недобрали, по нашим расчетам, более 120 миллионов рублей. Наибольшая сумма убытка у «Промтрактора» – полтора миллиона рублей. «Промтрактор-вагон» и «Чебоксарский завод промышленных тракторов» также имеют задолженности перед налоговой службой. Выручка от реализации в этом году за 8 месяцев у нас снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года примерно на 30%. Количество выпускаемых тракторов в месяц колебалось в диапазоне от 20 до 25 тракторов, что значительно мало для обеспечения нашей хозяйственной деятельности. По словам Мажанова, причиной возникновения задолженности стало отвлечение значительных средств предприятия на уплату процентов по синдицированному кредиту. В этой связи Михаил Игнатьев подчеркнул, что банкротить предприятие нельзя, иначе тысячи людей могут остаться без работы. Андрей Мажанов поблагодарил главу республики за поддержку, оказываемую предприятием концерна, и заверил, что уже в текущем году выпуск тракторов увеличится до 70 штук в месяц, следовательно, вырастут и доходы. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии завершились антитеррористические учения, проведенные оперативным штабом республики. Силовая группировка, задействованная в учениях, со своими задачами справилась. Согласно замыслу, группа диверсантов совершила вооруженное нападение на караульное помещение охраны мостов через реку Сура на федеральной трассе М-7, после чего мосты были заминированы и подорваны. К работе приступил оперативный штаб Чувашской республики. Штабом были предприняты меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и осуществлен комплекс войсковых, оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. Мобильность и боевую эффективность подразделения специального назначения обеспечивала авиация ФСБ России. С поставленными задачами личный состав справился. Руководство учения дало положительную оценку действиям всех участников. К делу об отравлении курительными смесями подключились правоохранительные органы. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по данному факту. В период с 24 по 30 сентября текущего года за медицинской помощью в различные лечебные учреждения городов Чебоксара и Новочебоксарска с признаками отравления различной этиологии обратился 61 человек, 15 из которых госпитализированы. Кроме того, один из отравившихся, 32-летний житель города Чебоксары после употребления неустановленного вещества серо-зеленого цвета, не отвечающего требованиям безопасности, скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По данному факту, отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашии возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека». Согласно предварительным данным, симптоматика отравления 20 обратившихся за медицинской помощью лиц имеет признаки, схожие с признаками отравления психотропными веществами. Двое беженцев из Украины, проживающих в нашей республике, решили зарегистрировать брак. Процедура оказалась нелегкой. ЗАГС потребовал документы за подписью украинского консула в Нижнем Новгороде. Однако Минюст России сообщил, что брак можно зарегистрировать в исключительном случае, и таким является статус временного убежища. В целом же процесс социальной адаптации граждан Украины в Чувашии проходит хорошо. Отдельные нюансы обсудили на заседании рабочей группы под председательством Ивана Маторина. В Чувашской республике находятся 1368 человек, вынужденных покинуть территорию Украины. 60% – это люди трудоспособные, 28 – дети школьного и дошкольного возраста. В образовательной организации республики зачислено 302 человека. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками и школьной формой. Профессионально-образовательная организация по состоянию на 30 сентября принято 20 граждан, вынужденных покинувших территорию Украины. Из них 2 человека обучаются на коммерческой основе. Это основные государственные техникумы, медицинский колледж, а остальные 18 граждан – это за счет республиканского бюджета. Дополнительно нами выделено 10 бюджетных мест, и эти места тоже заполнены. А образовательные организации высших профессионального образования из 7 человек – все они зачислены на коммерческой основе, потому что они захотели учиться на этих условиях. Что касается трудоустройства, 363 гражданина Украины имеют работу. Однако сотрудники госслужбы занятости сталкиваются с некоторыми проблемами. Некоторые граждане, которые числятся в миграционной службе по определенным адресам, фактически там не проживают. Кроме того, существует категория граждан Украины, отказывающихся от предлагаемых им вариантов трудоустройства по причине желания уехать в другие субъекты Российской Федерации или на Украину. Ну, Татьяна Геннадьевна уже обозначила, что уехало почти 30 человек. Но, тем не менее, желающие уехать также продолжают оставаться. Государство может помочь людям переехать, но только тем, кто получил статус временного убежища или беженца. Если человек приобрел статус временно проживающего, то перемещаться он может только за свой счет. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Осень – сезон респираторно-вирусных инфекций. Чтобы защитить себя от острых заболеваний, необходимо вовремя прививаться. О профилактике здоровья узнала наша съемочная группа. Дифтерия, столбняк, ветряная, оспа. К счастью, с этими болезнями в последнее время люди сталкиваются крайне редко. Эффективная иммунопрофилактика приносит свои плоды. За время прививания удалось увеличить продолжительность жизни и сократить заболевания пневмонией. Большинство вакцин не содержит консервантов, поэтому легко переносится людьми с клонами к аллергии. И даже самыми маленькими жителями. Сейчас началась вакцинация детей против гриппа. В рамках национального календаря прививка проводится бесплатно. Вакцина в поликлинику поступила в достаточном количестве. Прививку против гриппа особенно рекомендуется делать детям 6 месяцев, школьникам, подросткам и пожилым, а также беременным женщинам во втором и третьем триместрах. Как отмечают врачи, в вакцине содержатся особые вещества, которые помогают бороться с инфекцией и укрепляют иммунитет. Я сама, как мама и педиатр, ежегодно прививаюсь сама из своих детей вакцины Гриппл+. Так как она высокоадаптированная, совершенно безопасна для детей, и нами очень хорошо переносится. Никаких побочных реакций у нас не возникало. И даже если мы сейчас болеем, то болеем всего лишь несколько дней и без осложнений. Специалисты считают, что в современном обществе прививка от гриппа необходима. В таком случае возрастет уровень иммунной защиты, а потребление антибиотиков наоборот снизится, что положительно скажется на здоровье. 400 лет существования прививок доказывает, что, оказывается, прививки необходимо делать. И это делать нужно обязательно, чтобы защитить наше население. Защитить себя и своего ребенка от нежелательных инфекций можно в каждой поликлинике. Вакцина против гриппа распределена по всем районам Чувашии и доступна каждому жителю нашей республики. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика. На календаре 1 октября это значит, что сегодня поздравления принимают бабушки и дедушки всего мира. Уже более 20 лет в этот день празднуется Международный день пожилых людей. Как поздравляли ветеранов труда актера Чувашского государственного театра «Кукол» узнавала Юлия Важенина. Достанешь мне черевички, в которых сама царица ходит, выйду за тебя замуж. Главные герои премьерного спектакля «Ночь перед Рождеством» встречают сегодня гостей Чувашского государственного театра «Кукол». Гостеприимный дом сказки приглашает ветеранов труда, чтобы поздравить старшее поколение с их ежегодным праздником – Днем ветеранов, который уже довольно давно стал доброй традицией. Артисты, которые много лет радовали зрителей своим творчеством, сегодня сами почетные зрители. Своим премьерным спектаклем поздравили ветеранов труда ведущие актеры театра «Кукол». Ежегодно мы проводим мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. И, конечно же, то, что эту дату придумали, это замечательно, потому что не всегда у ветеранов находится время прийти в театр. И в этот день наши ветераны, которые много лет работали в нашем коллективе, приходят к нам в театр и по традиции мы всегда показываем им премьерные спектакли. Сами же представители старшего поколения артистов с удовольствием приходят на подобные праздники, чтобы вспомнить былые времена и встретиться с коллегами. А для заслуженного деятеля искусств Чувашии Татьяны Моревой это любимый театральный праздник. Прихожу в театр «Кукол», смотрю спектакль или какую-то интересную программу, встречаюсь со своими людьми, с которыми я работала, вспоминаем, пьем чай и очень довольны. Очень все уютно, по-семейному и хорошо. В холодное время года очень теплый праздник. Эмоции такие, я даже не могу передать. Это моя радость, это моя жизнь, это все мое. С чего началась моя жизнь? От всех спектаклей, театра «Кукол» жду только хорошее, потому что я люблю этот театр. Второе отделение праздничного мероприятия больше походило на семейное торжество. Традиционное чаепитие началось с поздравления юбиляра Рены Виноградовой, заслуженной артистки Чувашской республики. Хочется вначале поздравить нашу юбиляшу Рену с юбилеем. Спасибо. Здоровья, я хочу. Спасибо. По обыкновению посиделки с ветеранами прошли в теплой, доброжелательной атмосфере. Несмотря на возраст, мастера сцены молоды душой. Вполне возможно, потому что всю жизнь играли в куклы и сохранили способность по-детски радоваться каждому дню. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Ну а герой следующего репортажа всю жизнь занимался делом серьезным. Однако на творчество тоже время находил. С ветераном МЧС, а по совместительству писателям, познакомилась наша съемочная группа. Под псевдонимом Хавал он сам пишет книги, возглавляет народный ансамбль «Пламя». Занимается спортом, участвует в конкурсах, посещает съезды, является председателем Совета ветеранов МЧС России по Чувашии. Это герой нашего сюжета Георгий Фадеев. У таких людей можно многому научиться. По его словам, главное в жизни – доводить начатое до конца и совершать исключительно добрые поступки. Цель моей жизни – делать людям добро. Я живу и работаю ради того, чтобы делать людям добро. Поэтому вот это, мне кажется, прежде всего. Мне вспоминаются сейчас слова Астровского. Чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. А здесь все сказано. Более 50 лет Георгий Фадеев проработал в пожарной службе. Это воспитало в нем самые настоящие мужские качества. Храбрость, смелость и отвагу. Кроме того, он – прекрасный семьянин. Сиди. А я уже хотела. Готово? Хорошо, что жена есть дома. В секретах семейного счастья в том, что они друг друга понимают, чувствуют и дарят друг другу душевное тепло. Их любовь, как рассказывает супруга Георгия, зародилась с первого взгляда. Я за клубом работал, он только по пути заходил. Первый раз он гармошку просил. Я говорю, а вы умеете играть на гармошку-то? Вроде бы. С другом они заходили. Я говорю, пожалуйста. Вот начал играть. Вот до сих пор вот это. С тех пор начали дружить. За 50 лет совместной жизни их любовь себя не исчерпала, а наоборот, только расцветает. Хочется, чтобы он не старел, всегда был таким добрым, понимающим. И дожить еще столько же. Я бы сказал, что начинать сначала. Евгения Егорова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. В сентябре во всех филиалах Сбербанка прошла акция «Наши вклады. Это надежно». Поучаствовать в конкурсе мог каждый желающий. Единственное условие – открыть вклад в установленный банком срок. Победителями стали три клиентки Сбербанка. Сюжет об этом смотрите далее. Я же, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Наталья, я вам хочу влечить избегательный сертификат. На сумму 10 500 рублей. Сумма 10 500 рублей возникла не случайно. Процентные ставки по данному сертификату самые высокие – 10,5%. Плюс ко всему, с июня этого года Сбербанк повысил ставки по онлайн-вкладам. Победительница в номинации «Управляй» активно использует новые возможности от Сбербанка. Однако в купе с мировым именем она ценит прежде всего надежность. Мне очень нравится, как со мной обращаются. Они ко мне звонят, индивидуальный подход. То есть я по любым вопросам, по перечислениям, по Сбербанку звоню конкретно к менеджеру, и она мне все разъясняет. Очень удобно. Она мне рассказала про вклад онлайн «Управляй». Сказала, что хорошая услуга, очень вам понравится. Я ей доверилась. И как бы довольна на сегодняшний день. Особенность вклада «Управляй» – клиент может использовать часть вложенных средств без потери процентов. Еще одно преимущество вклада в том, что денежные средства можно снять в любой момент. Вклад «Управляй» – один из трех основных вкладов, которые Сбербанк предлагает своим клиентам. Вклад «Сохраняй» рассчитан на получение гарантированно максимального дохода. Вклад «Пополняй» подойдет всем, кто предпочитает копить и регулярно откладывать свои средства. Сбербанк довольно часто проводит всевозможные акции и конкурсы для своих клиентов. Информация на официальном сайте ежедневно обновляется. Все подробности о новых акциях можно узнать также от сотрудников отделения банка в Чувашии. Сейчас проходит очень хорошая акция для клиентов, которые платят через Сбербанк свои платежи. Жилищно-коммунальные платежи. Если клиенты подключатся на услугу банка «Автоплатеж», то они могут выиграть призы вплоть до годового возврата всех платежей от банка к клиенту. Мне кажется, это очень хороший подарок. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова